В городе Мюсинск ведутся работы по расчистке русла реки Мюс. Об этом сообщается от администрации Красного Луча. К работам приступил филиал управления водными ресурсами Цемлянского водохранилища. На участке реки протяженностью более 7 километров планируется осуществить расчистку русла от древесного хлама и мусора, упавших и нависающих деревьев, древесной и кустарниковой растительности. Будет выполнена очистка русла от иловых наносов. Приведение в порядок этого объекта имеет важное значение для города, отметили в ОПЖД Мюсинска. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по очистке прибрежной полосы от порослей и сухих деревьев. Краснолучский комплексный центр социального обслуживания населения является специализированной организацией, которая предоставляет различные виды социальных услуг на бесплатной и платной основе одиноким нетрудоспособным гражданам, инвалидам, пенсионерам и незащищенным слоям населения, которые направлены на поддержание жизнедеятельности, социальной активности и полноценной жизни. Отделение социальной помощи на дому центра создано для социального обслуживания не менее чем 80 одиноких граждан, не способных к самообслуживанию в связи с частичной потерей двигательной активности и требующих посторонней помощи в домашних условиях в соответствии с медицинским заключением. Из числа лиц пожилого возраста, инвалидов, достигших 18-летнего возраста, кроме инвалидов вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, которые получают социальную помощь на постоянный посторонний уход, бытовое и специальное медицинское обслуживание в соответствии с действующим законодательством ЛНР. Больных из числа лиц одиноких трудоспособного возраста на период до установления учреждением здравоохранения ЛНР им группы инвалидности, но не более чем на 4 месяца. Отделение социальной помощи на дому предоставляет следующие социально-бытовые услуги. Приобретение и доставка товаров из магазина или с рынка, расположенных в районе проживания обслуживаемых лиц. Доставка книг, газет, журналов, медикаментов за деньги обслуживаемых лиц. Помощь в приготовлении пищи дома. Вызов врача. Предоставление помощи в проведении периодических медицинских осмотров и госпитализации. Посещение больных в учреждениях здравоохранения. Организация, консультация врачей и других специалистов. Помощь в проведении уборки жилых помещений площадью не более 21 квадратного метра. Соблюдение личной гигиены. Выполнение различных видов мелких ремонтных работ в помещении. Ведение домашнего хозяйства. Поднос угля, дров, расчистка снега, доставка воды. Оформление документов на получение различных видов социальной помощи. Помощь в обработке приусадебных участков, но не более чем 0,02 гектара. Оформление документов на санаторно-курортное лечение. Устройство в дом-интернат. Гириатрический дом-интернат. Пансионат для ветеранов войны и труда и другие социальные учреждения. Содействие в обеспечении необходимыми техническими и другими средствами реабилитации. Решение вопроса в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях по поручению граждан, которые обслуживаются. Гражданам, которые имеют трудоспособных детей, социальные услуги оказываются на платной основе. Подопечные могут освобождаться от оплаты за социальное обслуживание в случае, если родные, которые должны обеспечивать за ними уход и оказывать им помощь, получают социальную помощь или являются зависимыми от психоактивных веществ, алкоголя, находятся в местах лишения свободы и тому подобное. Решение об освобождении от оплаты за социальное обслуживание принимает комиссия, созданная при администрации города Красная Лочь. Отделение не предоставляет социальное обслуживание лицам, требующим круглосуточного постороннего ухода и лицам, заключившим договор пожизненного содержания. В отделении социальной помощи на дому создано 62 участка. Каждый участок обслуживает один социальный рабочий. В их число входят участки, расположенные в отдаленной местности. Поселок Садово-Хрустальнинский, город Вахрушево, город Вахрушево-2, поселок городского типа Хрустальная, Софиевский, Грушевое, Запорожье, город Меусинск, Меусинск-1, поселок городского типа Штеровка, город Петровская и Новопаловка. Для взятия на социальное обслуживание в отделение социальной помощи на дому необходимо подать по месту жительства, управления труда и социальной защиты населения, либо центр, следующие документы. Письменное заявление, копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность, копию идентификационного кода, медицинское заключение, справку о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении, квартире, доме лица, копию справки об установлении группы инвалидности при наличии, копию удостоверения подтверждающего статус. После обращения нуждающегося социальные работники отделения социальной помощи на дому проводят обследование материально-бытовых условий и составляют акт обследования. Когда весь необходимый пакет документов собран, заключается договор обслуживания, в котором отмечаются виды, содержание и объем услуг, которые будут предоставляться на бесплатной или платной основе. Оговариваются периодичность, сроки предоставления социальных услуг и другие условия. В соответствии с условиями договора социального обслуживания и согласно утвержденному графику, социальные работники отделения два раза в неделю посещают обслуживаемых граждан. Центр осуществляет свою деятельность по адресу город Красная Лочь, улица Проездная, дом 1. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию по телефону 20205-207-09. Краснолучский ГПСО МЧС ЛНР напоминает, малыши и подростки не должны быть предоставлены сами себе. По статистике, порядка 40% происшествий происходят из-за детской шалости. Если нахождение несовершеннолетнего дома без взрослых неизбежно, обязательно проведите с ним беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. Ребенок должен знать, что нельзя пользоваться газовыми приборами для приготовления пищи без непосредственного присутствия взрослых. Самостоятельно разжигать печи или открывать печные дверцы. Оставлять вещи, одежду и любые горючие материалы вблизи плиты. Нельзя включать в сеть электрообогреватели, электроплиты, утюги и другие приборы без разрешения взрослых. Под запретом игры со спичками и зажигалками. Храните их в недоступных для детей местах. Особое внимание необходимо обратить на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка. Следите за исправностью компьютерной техники, розеток и выключателей. Также очень важно объяснить детям правила поведения в случае возникновения пожара. Главное – не паниковать. Отсутствие паники – залог спасения. Надо немедленно покинуть помещение. Не пользоваться лифтом, спускаться по лестнице. Выйдя из дома или квартиры, незамедлительно сообщить в службу МЧС по телефону 101-202-25-072-103-13-66. Рассказать, что произошло, назвать имя, точный адрес, позвонить в двери соседям и предупредить их о пожаре. Ни в коем случае не возвращаться в горящее помещение, даже за любимыми игрушками или домашними питомцами. Такие систематические беседы помогут сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной безопасности. Помните, что предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем – обязанность взрослых. Новости телеканала Луч. Новости телеканала Луч.